я перезвоню позже вот так ну вот фактически на прошлом докладе я описал транспорт электронных нанотрубки главное для меня было в прошлом докладе что у нанотрубков есть два эффекта мы рассматриваем транспортные свойства там много других свойств механических свойств есть оптика связанная с нанотрубками об этом я не рассказывал а именно по транспортным свойствам во-первых, есть сильное электронное взаимодействие на нанотрубке и есть эффекты связаны с этим сильным электронно-электронным взаимодействием Когда есть локальные неоднородности, и электроны рассеиваются, ну практически это не электроны, это уже коллективное возбуждение жидкости лакенжера. Вот они рассеиваются, ну и это рассеяние назад, то вот это рассеяние назад, электронное возбуждение сильно перегармирует, и оно при низких температурах и низких напряжениях, оно вообще делает, ну вот, как бы, эту трубку. Но вот полное отражение назад, ну скажем, когда температура стремится к нулю, напряжение стремится к нулю, то не проходит. А рассеяние электронов, электронов, но поскольку там взаимодействие очень сильное, то сами электроны, я говорил, они не пропагируют, они не могут распространяться. Теоретически это означает, что функция гринок электрона, она не имеет полюса у электрона, они не пропагирующие частицы. Пропагируют, ну если хотите, так сказать, ну вот распространяются плазмонные волны, но они несут, естественно, не несут заряд. Поэтому, а если мы говорим о заряде, то вот это как бы, ну вот, возбуждение халдей, мы их называем, это кинки из волн плотности заряда. Это такие солитоны из волн плотности заряда. Вот они распространяются, и они приводят к тому, что есть ток электричества. Но главный эффект был, и он понятен, что сильная перенормировка приводит к тому, что вот отражение ножна очень сильно перенормировано. Но эти эффекты, я понял, они не зависят фактически от свойств нанотрубки. Там входит только один параметр нанотрубки, это вот, ну как бы, интенсивность электронно-электронного взаимодействия. Или коррекционный параметр латинической железы. А вот, а я говорил, что нанотрубки, я говорил о металлических, нанотрубках и однословках. А вот керальность нанотрубке или керальные индексы, они практически не меняют вот эти результаты. А если мы хотим учесть, посмотреть на эффекты керальности, то в этом случае надо рассматривать фактически рассеяние вперед. И это рассеяние вперед, но с изменением скорости. Я говорил, это рассеяние в одной из домов. И вот эти рассеяния, они особенные, в них есть то, что называется парадоксом клея. Ну и я закончил лекцию именно о том, что нанотрубки, если рассматривать такие рассеяния, то это приводит к очень интересным и необычным туннелированию электронов в этом случае. То есть это туннелирование, которое, вероятность туннелирования, но мы привыкли, что вероятность туннелирования, скажем, для квазиклассического барьера, она экспоненциально зависит от длины и высоты барьера. Экспоненциально, а здесь она осцелирует, это вероятность туннелирования. Она осцелирует как функция именно вот этих интенсивностей этого барьера. Разведение высоты нашего барьера, она осцелирует. Есть условия, при которых просто происходит резонансное туннелирование, вероятность прохождения, есть единицы. Есть ряд предложений, сделанных по поиску этих эффектов в эксперименте, но пока это ничего не сделано, поэтому, мне кажется, будет вяро. Экспериментальных результатов нет, я лучше расскажу о том, где есть экспериментальные результаты. Значит, сейчас я расскажу о одномолекулярных транзисторах. Это целая область науки, физики твердого тела это делают. То есть, это транзистор, имеется как-то источник, то, что раньше в лампах называлось сирка, который можно управлять с помощью электрода затвора, подавая на затвор напряжение. Но теперь вот этот третий элемент в этом транзисторе, он молекулы. Это могут быть большие молекулы, мы будем сегодня говорить о нанотрубках, которые могут быть. И вот в данном случае это фуллерина, но я хочу сказать, что есть большое число экспериментальных проводов, в которых помещается молекула, одна молекула, даже молекула водорода помещалась между двумя электродами, через эту молекулу шел ток, через эту молекулу. И подавая напряжение на затворе, мы можем регулировать этот третий элемент, поэтому это одномолекулярный транзистор. В данном случае, вот один из первых экспериментов, который был, это вот звуки пола Макьюина в UCLM, университете в Калифорнии. Ну, это один из лидеров в этой области науки, я говорю, что он там одно время за десяти работ публиковал в Nature Science, каждый год. То есть, очень известный человек, но вот одна из первых вот таких работ, которые были сделаны. Значит, что, помещался между двумя электродами одна молекула фуллерена. Значит, для того, чтобы это было сделано, вот это расстояние между двух электродами, золотые, расстояние между этими электродами, сейчас, вот, который, оно было около двух нанометров. Молекула фуллерена имеет диаметр, так сказать, 0,7 нанометра. Поэтому, ну, казалось бы, неправильный рисунок. Но, все правильно. Дело в том, что как бы, какие, мы же имеем некую, ну, поверхность этих электродов, вот сюда. И она, конечно, имеет микроострию. Как бы мы ее не хотели сделать абсолютно плоской, там есть микроострии. И вот эти микроострии приводят к тому, что фуллерен как бы замыкает эту цепь. Он не прилипает к микроострию, а он находится вот в таком вандервальцевском потенциале между микроостриями. И сидит в минимуме этого вандервальского потенциала. Это где-то, так сказать, 3 ангстрема. Вот, 3 ангстрема с одной стороны, 3 ангстрема с другой стороны, сам, значит, он 7 ангстремов. Ну, и где-то эти микроострии, они тоже и такого порядка, там, 5 ангстрем. Дальше что делается? Дальше подойдется напряжение, подводится гейт. Я уже говорил, что гейт, он не меняет. Сюда подойдется напряжение. Электрический контакт гейта не с этими электродами, не с молекулами фуллерена, нет. Электроны не переходят. Здесь большое расстояние, так сказать, электроны не могут переходить на эти электроды. Но мы можем менять потенциал. Этот потенциал никак не действует на массивные витамические электроды. Ну, что в массивных витамических электродах электроны экранируют потенциал, который, так сказать, мы сюда подают. Но в молекуле фуллерена это не так. И поэтому, так сказать, молекула фуллерена реагирует, энергетический уровень, точнее, молекула фуллерена реагирует на этот электрон. На напряжение, поданное на этот затоп. Значит, что меряется? Меряется просто то, вот здесь, то, как функция, тянущая напряжение. Это вот напряжение, которое подается сюда. И вообще говоря, если, так сказать, ну, не изменять это напряжение, то, когда мы подаем, вот это напряжение обычно милливольт, ну, десятки милливольт. Дальше прибор сгорает, если мы подаем вольт сюда. А вот напряжение, которое идет сюда, на кейте подается, оно в вольт. Ну, вот здесь видно. Это вольты, это десятка, куда сюда подают напряжение, при этом ничего не происходит, пробоя не. А здесь тянущее напряжение, оно небольшое, это милливольт, ну, или десятки. Значит, если обычно подать напряжение, то мы видим, что тока нету до довольно, ну, вот, например, вот, вот это клево. Тока нету, как при отрицательном, так и положительном напряжении, до некоторого величины, там, десятка милливольт тока нету. Значит, это связано с тем, что называется Кулоновская облака. И, ну, ее можно просто объяснить, сейчас здесь есть, что вот, если у нас есть какой-то, там, что-то называется Кулоновская облака, вот сюда переходит на него из электрода, там, пусть N электрона. Если переходит N электроны, и это, пусть, металл, пока мы не будем говорить о монетах, потому пусть маленький металл. То действительность, так сказать, возникает электростатическая энергия. Эти электроны, они, так сказать, ну, они хотят оттолкнуться друг от друга, они все садятся на поверхность, там, на поверхность. И с ними есть связанная энергия электростатическая, которая N, E, квадратных, на два C, где C – это, там, емкость, которая, ну, по отношению ко всем, в судах емкости, по отношению ко всем электронам, которые здесь есть. И поэтому, если, там, напряжение, которое подается сюда, оно меньше этой величины, а емкость обычная, она, ну, это не металлистская характеристика, она пропорциональна приблизительно размеру, размер вот этой граммы металлистики. Если эта грамма металлистская малая, ее размеры меньше микрона, то возникают большие энергии, просто большие энергии, и надо их учитывать. Поэтому пока, или напряжение меньше этой величины, ну, если нет напряжения, она тянущая, только не идет, только, а не идет в этом напряжении. А то идет, только, пока мы не компенсируем, пока, вот это, так сказать, пока напряжение не будет совпадать, и больше с этим напряжением пошел. Но что можно сделать? Можно это компенсировать напряжением ноги. Если ноги, мы подадим положительное напряжение, то здесь будет минус N, V, и, так скажем, только для напряжения ноги. Полная электростарительская энергия будет создать из двух плаганий. И мы всегда, поскольку напряжение ноги, N всегда целое, напряжение ноги всегда, ну, непрерывное, то мы можем всегда подобрать такое напряжение ноги, чтобы энергия N и энергия с N электронами, энергия, ну, либо N+, либо N-, или N-, или N-, или N-, например, она в полага, совпадала. Всегда это можно сделать. Ну, здесь можно выделить полный квадрат, видно, что всегда можно это сделать. Чтобы энергия с одним электронами, с N электронами, энергия в системе, где число N отличается на единицу, совпадала. А это означает, что мы сняли Куломовскую блокаду напряжения ноги, и мы снимаем Куломовскую блокаду, то есть, как и тон, двух, три, малых, на тысячах, и вот так. Вот это здесь и видно. То же самое. Значит, они берут разные напряжения. То есть, экспериментатор вам просто подает тянущее напряжение и видит, что только нет. Ну, нет только или нет, только. Дальше он меняет напряжение ноги. Если он увидит, что при изменении напряжения ноги, вот эта вот полочка, она уменьшается, либо увеличивается, то это означает, что мы имеем, мы находимся в системе с Куломовской блокадой, и тогда, ну, находится такое напряжение, при котором эта блокада снимается. Ну, вот здесь видно, что вот напряжение практически Куломовской блокады нет. Это стандартно, это видит на любом, любой экспериментатор, так сказать, который изучает токи вот таких транзисторов. Они называются одноэлектронные транзисторы. F-E-T-банзисторы. Single-Electron Transistors. Они сделаны во всех лабораториях, имеют, изучают. Это вот первое, с чем сталкивается экспериментатор, который учит изучать транспорт электронов через там малые, малых размеров вот эти вот транзисторы. Это обязательно происходит. Напряжение на деятельность подается, снимается Куломовская блокад. Здесь же, вот, ну, они тоже сняли Куломовскую блокаду, но они видят дополнительные вот какие-то ступень. Вот здесь ступень, вот здесь ступень. И реально с чем вот Куломовская блокада? Вот это вот, ну, если говорить о транспорте одного электронов, там будет E квадратное 2C. Мы знаем, там, скажем, размер этой молекулы, это, ну, это вот порядка одного электронов вольта, но такие напряжения. Вот. Такая энергия. Поэтому, по крайней мере, 2C, когда эта молекула находится вблизи векторов, все эти энергии изменяются. Конечно, за счет взаимодействия электростатических взаимодействий с металлическими векторами. Но что происходит? Происходит то, что все равно эти энергии большие. Они порядка, так сказать, ну, десятков, или даже сотен, могут быть сотен градусов. Вот эти энергии связаны с Куломовскими блокадами. Что же касается энергии. Вот этих малых ступень, которые здесь были, то видно, что характерный масштаб, который здесь есть, он гораздо меньше, на порядке. Ну, вот здесь мы видим 5 миллиэлектронов вольта. Значит, это другого порядка, например. Они никак не могут быть связаны с уровнями энергии в молекуле Фуллерена. Уровнями энергии, которые там есть в расстоянии между ними, это электрон вольта. Это, а здесь, там, на три порядка меньше энергии. Значит, они связаны с чем-то другим. В этой же работе было высказано предположение, и оно правильное в действительности, потому что дальнейшая теория, и мы сейчас об этом будем говорить, она подтверждает, что это связано с механическими колебаниями молекулами. с квантованными, значит, механическими колебаниями молекулами. Эта молекула находится в вандервальцевском потенциале, в минимум вандервальцевском потенциале. Когда на нее, вот она где-то здесь, когда на нее, так сказать, ну, электрон. Мы сажаем один электрон, но здесь же, вот здесь, молекула становится заряженная, и, естественно, в металлическом электроге появляется заряд изображения. Этот заряд изображения приводит к тому, что она притягивается к этому электрону. Вот мы пособили ее сюда. Она притягивается к этому электрону. Ну, фактически, мы вывели центр положения, в котором она носила. Теперь, но это уже, естественно, не минимум энергии, когда этот электрон уходит в другой электрон, то эта вот пружинка распрямляется, и возникает механическая колебания. И вот эти механические колебания для, ну, расчет показывает, что у них как раз, вот для всех этих геометрических структур, для молекулы Кулирема, как раз оказывается, что вот его масштаб и должен быть в этой системе где-то несколько милей электронов. То есть, если мы будем строить дифференциальный, здесь ток, если мы дифференциальный кондактанс будем строить, то есть производная тока по напряжению, то на каждой ступеньке будут пики. Пики. Значит, вот что показал эксперимент. Давайте будем такую элементарную теорию. такую простейшую модель, ну, можно ее иногда называть моделью Холстейна. Вот того, что происходит. Мы будем считать, что у нас есть вместо молекул какой-то план, или тот, с одним электронным уровнем. И более того, он находится, у него есть какая-то механическая степень свободы, он находится в каком-то там потенциале, который мы будем считать гармоническим. И частота этих колебаний гармоническое есть тоже одна. Омега-но. Поэтому, значит, гамель-тайм платного опорта. Ну вот, это энергия одного уровня. На квантовом доте С и С-преструк, обычный оператор рождения и уничтожения электрона на квантовом доте. Они, значит, антикоммутатор есть единица. Эти электроны импульса не имеют, они локализованы на этом квантовом доте. Импульсы они не имеют, и поэтому дисперсия вот такая. Есть только уровень энергии, но дисперсия зависит от импульса. Ну, энергия колебаний, это просто вот такой исцелятор. Ну, одну вторую здесь вытянута, в данном случае она не важна. И взаимодействие между колебаниями механическими и электрической степенью сварки. Какое это взаимодействие? Это взаимодействие, в данном случае, это электростатическое. Почему? Мы имеем взаимодействие скалярного потенциала с плотностью заряда. Плотность заряда есть С-крест С, ну, при квантовом. Это число и плотность электронов, значит, при квантовании это будет С-крест С. А потенциал, это есть электрическое поле между этими электродами, умноженное на координаты. Понятно. На координаты этого квантового дота, координаты, естественно, центра, массы этого квантового дота, Х. Ну, Х можно, при квантовании он переходит, так сказать, вот так, всякое. В осцеляторы можно записать через сумму операторов уничтожения и рождений. Этой квазонной метро. Все. Вот здесь написано, вот это простейшее гамильтониан. Есть еще, конечно, гамильтониан электродов. Это есть гамильтониан, не взаимодействующий электронов в электроды. Ну, и, наконец, есть туннельный гамильтониан, когда электроны уничтожают, скажем, он переходит с одного электрода на квантовый дот. Ну, вот, в частности, в какой-то амплитуте он переходит, уничтожается электрон в одном из электродов, рождается или наоборот. Ну, это, ну, неважно, здесь есть аргумитовое сопряжение. Вот. Вот все. Эту модель надо решить. Точное решение этой модели. Но, что самое интересное, что вот этот гамильтониан, без гамильтониана туннельного, он точно решается. Эта модель называется фермион-базонная модель, и, там, учебника у некоторых, не во всех, но у некоторых учебников есть упоминание о том, что первый, кто решил эту модель, был уничтожен. Я не знаю, как она решила эту модель, но сейчас она решается очень просто. Есть такое, ну, просто с помощью унитарного преобразования. Если мы рассмотрим вот такой оператор, возьмем унитарный, приведем унитарное преобразование, где вот здесь будет, ну, здесь все. n, это оператор числа электронов, частицы, ванглоте, c, 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 p, это импульс, вот это оператор импульса, а лямда – некая константа, которая выбирается из условия того, чтобы вот эта слагаемость сократилась после всех преобразований. То это можно сделать, найти преобразование, вот оно будет просто, отношение, наверное, вот это взаимодействие h, омега, ну, минус, полинус, двух, это не так важно. И новый гаммитар будет просто сумма, ну, электронов, ну, базонов, не взаимодействующих. Правда, энергия теперь сдвинутая из электронов, вот энергия этих электронов есть одна, ну, теперь все равно, минус одна вторая, лямда квадрата, h, и это есть то, что называется полированным сдвигом. Мы теперь имеем в действительности не электроны, а электроны, связанные с колебанием, механическими колебаниями, это уже, так сказать, после этого преобразования квантового дота, и это есть то, что называется холстейнерским, это не ландановский полирован, а именно холстейнерский, потому что он без дисперсии, электронный без дисперсии. Они бы имеют зависимость от конкурса. Но, ну, это хорошо, здесь вот так, но у нас есть туннельный гаммитарин, и после этого преобразования в туннельном гаммитарин возникает вот такая эспамента. То есть мы убрали вот это взаимодействие после туннельного, после этого металлного преобразования, но перебросили. Это взаимодействие, оно возникло еще более сложное, здесь это было степенное, как бы три оператора стояло, а здесь вообще стоит эспамент, и все. Казалось бы, ничего хорошего он не сделал. Таким способом он появил очень сложное взаимодействие теперь в эспаменте. Это все оператор. Но чем это хорошо? Это хорошо тем, что мы теперь можем решить нашу задачу, по крайней мере, по теории возмущения. Потому что вот эта амплитуда, это туннельная амплитуда, это туннелирование отсюда на флантовый взвод, она обычно мала, ее можно учесть по теории возмущения. А когда мы учитываем по теории возмущения, то все остальные функции уже можно вычислять по свободным гаммитаринам, квадратичным. Вот этому гаммитаринам, или этому гаммитаринам, то есть невзаимодействующие бозоны, и невзаимодействующие бозоны. И таким способом можно решить эту задачу. Вот решение, к чему оно приводит? То есть оно приводит к таким эффектам. Прежде всего, ну смотрите, мы имеем полирус. Теперь сильно связанный электрон с колебаниями, механическими колебаниями от амплитуда. Вот вспомним, к чему приводит полирон, электрон-фаномное взаимодействие, скажем, полупроводника. А если оно там сильно, оно приводит к тому, что полирон, он более естественно тяжелый, чем электрон. У него есть масса, и она уже связана с колебаниями ионов, поэтому его масса тяжелая. Ему тяжелее тумулировать, если это периодическая решетка. Поэтому зона, она сужается. Называется полиронное сужение названное в любом учебнике теории твердого тела. Вот такой, ну здесь у нас зоны нету, здесь у нас есть один век. Но мы видим, что вот ширина этого уровня, за счет того, что здесь тумулирован берега, то она уменьшается, сужается. И вот тоже экспоненциально. 2 в степени минус квадрат этой вибронной константы взаимодействия. Это вот такое называется полиронное, ну здесь это называется не полиронное сужение, а блокада Франко-Кольм. Ну, мы имеем следующее, что, так сказать, контактанс при низких температурах, если температура намного ниже, чем H-омега, то он сильно, этот контактанс, он сильно податный, экспоненциально податный. То есть, вот обычно мы имеем вот такой контактанс, скажем, для то, что называется последовательного электронного тумулирования, когда температура больше, чем ширина уровня. А теперь появляется еще и дополнительная константка. Я хочу сказать, что здесь несколько работ, они все в Nature опубликованы, где это было просто найдено, но экспериментально подтверждено. Хотя, ну, довольно с помощью многодумок я об этом позже расскажу. Но, смотрите, переномировка вот этой, вот такая кондициональная переномировка изначально ширины, она как бы не обнаружима. В том смысле, что мы не знаем это, ну вот эксперимент, теоретик знает, потому что вводит свою гамма-нос, свой гаммельтониан, а потом смотрит, какая там буква появилась. Но экспериментатор, если он верит, он не знает, он ее определяет. Это подгоночный параметр у него, это кальция. Для того, чтобы увидеть, что появилась зависимость электронного взаимодействия, необходимо эту константу гамма-то менять, она должна быть параметром, который меняется. Но это сложно сделать, потому что это зависит от геометрии нашего вот этого прибора. Она каждый раз, она какая константа, ее тяжело менять. Поэтому, так сказать, какой другой эффект может показать, что мы все-таки имеем дело с этой сильным электронным взаимодействием. Вот здесь оказывается, что во-первых, ну, возникает в дифференциальном контактанте, первое, что возникает, это возникает сателизм. Чем они связаны? Если температура много меньше H омега, то, конечно, поглотить таких вибронов нет в системе. Но если мы увеличиваем тянущее напряжение, то тумблирование идет с излучением этого виброна. Появляется, кроме у хрукого канала, еще и у круги канала перехода электронов с излучением одного, двух виброна. И открытие этих каналов приводит к тому, что возникает ступень на зависимых на вольт-амперных, либо пики на характеристиках для дифференциального контактанта. И мы увидим сейчас, что, так сказать, эти сателлиты, вот они сквозь и рядом во всех этих экспериментах и появляются. Теперь, если величина этих пиков, ну, здесь максимум, амплитуде, они уменьшаются с ростом напряжения, то это говорит о том, что константа взаимодействия мала, естественно. Ну, по теории воздушения. Это первое излучение одного виброна, двух виброна, они будут, и каждый раз, если она, константа мала, падает. Ну, видно, ну, а если, так сказать, константы порядка единицы, то причины этих пиков, вообще говоря, не уменьшаются с ростом напряжения. Ну, и кроме того, это наше предсказание, мы предсказываем, что по температуре должна появиться аномальная зависимость. С чем это связано? Это связано с тем, что при малых, при низких температурах, когда многое виброшение, мы имеем туннелирование какого-то природа, и оно падает. А если мы увеличиваем температуру, то мы разрушаем этот пиковый, он просто, так сказать, раздевается, у него же нет этой шутки вибронных колебаний. И при очень высоких температурах восстанавливается зависимость от температуры единица на Т с гаммой уже годами. Ну, вот есть понятная асинтоника здесь, есть асинтоника здесь, и, возможно, переходная область, в которой вот будет такое аномальное температурное зависимость. Ну, впечатление показывает, что так оно выглядит. Единственное, что, ну, его довольно тяжело. Вот, это в узкой, оказывается, это достаточно, в узкой области констант можно вот это обнаружить. Это аномальное поведение. А так оно, так сказать, оно есть, но просто его масштаб очень нет. Хорошо, перейдем дальше. Значит, вот есть такие предсказания из этой модели. До сих пор мы говорили о том, что матричные элементы, туннелированные, они от координат, они просто ими-то константы. Но матричные элементы вообще, они сильно зависят, ну, могут зависеть от смещения. Почему? Ну, потому что это туннелирование электрона. И если квантовый дот, он смещается, с положения равновесия, то экспоненциально, ну, понятно, вот если он был, он свистился сюда, в этом потенциале он свистился сюда, а матричные элементы экспоненциально чувствитель к этому расстоянию. Обычное туннелирование, мы знаем, что туннелирование отлично, это где в ступени минус это расстояние. То, если он сместился, то матричный элемент пяток увеличился, а туннелирование отсюда сюда уменьшается. Ну и понятно. Значит, а что будут за эффекты? Ну, эти эффекты нужно, естественно, начать. Так вот, когда учитывается зависимость матричных элементов от расстояния, то есть матричные элементы, он теперь зависит от оператора координаты, который здесь есть, от оператора координаты, то главный эффект был то, что называется шатлированием электрона. Вот он был предсказан в работах Шехтера, Горелик, Анимации Бёнсона, в Чалмерсе, где-то, может быть, в Швеции. Это работа в 98-м году, но потом было много работ, и я буду говорить об эксперименте, которые подтвердили этот эффект. Вообще говоря, этот эффект, ну, классический, можно сказать. Вот представим себе, что, ну, я вам расскажу, что когда я работал на физтехе, вот здесь, сидел на четвертом этаже, в комнате, где работал Саша Авимов. И он занимался тем, что, там, Валентина Дмитриевича, Валерика Автонова, это было другое, они хотели получить или найти холодный термоядный синтез. Для холодного термоядного синтеза необходимо преодолеть кулонерский барьер между двумя, так сказать, атомными, ядрами Дейтери. Как его преодолеть? У Валентина Дмитриевича была идея, что давайте мы сделаем, там, шарик подвешенный на нитке. Шарик подвешенный на нитке, поверхность которого будет излететь, пожалуйста, и неждурные электроды, которые, поверхность его будет тоже излететь к электроду. Сюда приложим громадное напряжение, они на четвертый этаж привезли громадные конденсаторы, весили, я не знаю, тонны эти конденсаторы. В то время это было, значит, конец 80-х годов. Будем подавать напряжение. Ну и начнет, это электрический майк. Этот шарик будет, так сказать, колебаться между одним и вторым электродом, электродами. При этом каждый раз разряд, когда будет переходить к электродам, будет происходить в микроострии. Этот шарик, ну, он имеет некий микроострии везде. Как бы его не шлифовали. Они специально пастами это делают, шлифовали, и все равно в микроострии есть. И он будет, поскольку поля очень большие на микроостриях, он каждый раз будет помолчивать, и каждым новым микроостриям, так сказать, разряжаться. При этом это микроострия пловится, и каким образом он шлифуется. Ну, у Валерика была идея, что, Валерия Дмитриевича, что поля на этих микроостриях будет достаточно для того, чтобы был холодный термояд. Ну, холодного термояда нет, как нет, но они там много разных. Изобретение было, это шлифовка в частности поверхности за счет того, что этих микроразрядов, и так далее. Вот здесь происходит то же самое, в действительности. Есть молекула между двумя электронами. И, в принципе, если теперь, так сказать, подается поле, то эта молекула, за счет туннелирования на ней электронов, она может залетиться. И там будут электрические силы, которые будут ее тащить между двумя электродами. Ну, понятно, так сказать. Будет происходить вот этот математический, ну, электрический майк. Спрашиваю, чем отличается вот этот классический майк, который в школьных демонстрациях можно увидеть, и вот электронный шаг, который получил название, который много занимает. Смотрите, в одном случае, значит, если мы возьмем этот бюллеттониан наш, который мы будем... Это квантовые. В общем случае, квантовые. Вообще говоря, это не так. Сейчас, прошу, почтим. Так. Вот, еще. Гамильтониан. Смотрите, есть гамильтониан. Ну, во-первых, в этом гамильтониане, вешать туннельный матричный, ну, полный гамильтониан, зависит от энергии. От координаты есть две. Два слагаемых, которые зависят от колена. Вот слагаемых. Видите, здесь стоит координата. И цель есть цель. Ну, и, естественно, координата входит матричный вид. Поэтому, если мы будем находить уравнение движения для какой-то там средней, как можно квантовые задачи решить, но это не так важно. Сейчас я буду говорить о том, что... Представим, что у нас возникла координата, что есть средняя координата, какой-то декоратор инкульса, которая просто классическая координата этого маятника. И уравнение движения очень простое. Ну, вот стандартное уравнение движения для маятника. А здесь сила внуждающая. А эта сила, это средняя от производной гамильтониана по оператору координат. Есть два слагаемого. Вот это, первое слагаемое. Это слагаемое, ну, просто электрическая сила. Там здесь, это просто пропорционально электрическому поезду. А второе слагаемое. Это производная от, значит, матричных элементов нанулированных, для появления. И эти силы, они кагезинные называются. Эти силы кагезинные. Так вот, утверждение делается такое, что здесь, в этом случае, благодаря вот этим силам, благодаря туннельным силам, которые здесь есть, что любое положение вот этого шарика между электротами, оно неустойчивое. Вот, в случае классического маятника, если он не заряжен, вот это вот, частицы, ну, он не заряжен. Такое не бывает, оно в косметическом, естественно. Оно всегда есть хоть небольшой мазаряд. За счет того, что косметики мучи здесь, есть. Сюда садятся небольшие заряженные частицы. Обязательно. И поэтому заряд нет. Но, если мы будем говорить о том, что мы имеем уже маленькую частицу, то она может быть нейтральна. И вообще, говорят, она не их электрические силы не будет. Но за счет туннелизма, если вы, любое ее состояние, внимание, где бы мы ее нашли, оно неустойчиво. Оно неустойчиво и будет приводить к тому, что начнется помпирование энергии из источника питания, из батарейки, вот какого-то у нас. И если напряжение будет больше, чем вот энергия, вот это было вебронок, ванны или в колебании, то любое положение неустойчиво. И он переходит к динамическому решению, которое есть вот просто колебания, вот такие между двумя электронами. Это называется электронный шаппл. И вообще говоря, если это делается в условиях колонновской блокады, то переход на один электрон. Вообще говоря, может говорить о том, что тащится этим шапплом между электронами один. Какая есть. Вещь, в принципе, проста. Какие есть эксперименты. Ну что плохо? Плохо то, что это маленькие частицы, и маленькие частицы, они прилипают туда. Они перенгуются всякими неоднородностями, вообще прилипают к электронам. И тогда не будет никакого шаппла, ничего не будет, просто вот это стоит. Поэтому для того, чтобы снять это прилипание, нужно подавать большие, должны быть большие электрические пальмы, чтобы просто снять. Это большие напряжения. Подаются большие напряжения, горит этот прибор. Ну что может быть? Можно взять довольно большую частицу, где переход не одного электрона, а переход десятков или даже сотен электронных. Тогда электрические поля будут большими. И даже при небольших напряжениях можно снять этот прибор. Это раз, и во-вторых, ну как бы смазать эту систему, взять какую-то органику, положить его так, чтобы этот шарик был на органике и не пенинговался. Вот так было сделано вот этой работе, которая вот здесь. Она не первая, но одна из первых работ. Здесь было между двумя, это уже снимки с помощью сканирующего туннельного микроскопа сделаны. Вот эта частица из золота, она имеет размер 20 нанометров, она находится между двумя электродами. А электродами, вот они, так сказать, нанесен здесь слой органики. Я не могу даже назвать эту органику. Это сложное название, но по физике то, что она делает, это, так сказать, позволяет, убирает пиннинг этой частицы на электроды. Ну вот, и вот видно то, как функция приложенного напряжения, когда нет этой частицы, ну какой-то в токе были на уровне, там, долей пика амперов, то есть, ну, какие-то футуации. Как только появилась частица, когда мы имеем вот это, возникает тока нету, но некоторое напряжение, которое связано с тем, что все-таки какой-то пиннинг здесь остался, и надо превысить. В мягке этого парьера киннинг здесь еще. В некоторых напряжениях он снимается, и ток возрастает на много порядка. Ну, и есть здесь эти ступеньки, которые говорят о том, что, значит, это вот связано с механическими полетами. Есть другая работа. Значит, в среднем, ну, это большая частица, 20 нм, не одна молекула, в среднем, здесь переходит около 20 нм. Есть другая работа, ну, другие работы. Например, как я делаю с тобой? Вот это, это, ну, более поздняя работа, Леру Байт и Кёнинга из немецкой улики. Они, у них вот этот маленький электрон, но он относительно маленький. Видите, его размер где-то там 35 нм, ну, ширина 35 нм, высота здесь, сколько здесь, ну, там, он довольно 130 нм. В общем, он довольно большой. Это большая тоже золотая частица, но она прикреплена к струне, к электрической струне. Ну, в этом эксперименте, это был, значит, нитрит, кремния. Эта струна может колебаться, точнее, на нее подойдется, вот, что у нас звуковая волна, и она может колебаться, эта струна. Эти колебания вначале снимает вот этот пиннинг этой частицы, которая может быть между двумя электродами. Вот. Но как только пиннинг снят, они выключают облудование, звуковыми волнами облучают. И дальше развивается шаг, развивается, ну, вот, как бы, вот эти колебания между двумя электродами. Ну, и вот здесь взято напряжение тянущее, как функция, здесь возникает вот ток, функция тянущего напряжения, и видно, что возникают вот эти скачки, которые связаны с механическими ключами. Это другие работы. Все равно в этой работе тоже в среднем около, там, сотни частиц, сотни электронов переходило на гранулы каждый раз при переносе. Но, по крайней мере, они утверждают, что есть путь, как получить одноэлектронный шаг. Одноэлектронный шаг можно получить, снимая пиннинг с помощью облучения вот звуковыми волнами. Почему? Потому что электромагнитными волнами облучают. Здесь много металлических электродов. Они поглощаются в этих электродах. Вся система нагревается, а нужны низкие температуры. Нужны температуры, ну, ниже, чем вот этого, E квадратного процента. Чтобы был, чтобы был, чтобы был режим Кувановской блокады. По крайней мере, в такого типа эксперимента виден путь, как найти одноэлектронный шаг. Есть, ну, десятки экспериментов, но до сих пор одноэлектронный шаг пока не надо. В действительности, из-за того, что эти молекулы, маленькие металлические шарики малых размеров, они легко прилипают к электрону. У них возникает электрическая связь. Это неудобная система для изучения. Там сложная механика, не воспроизводятся опыты. Есть гистерезис все время. Ну, потому что, так сказать, эти молекулы могут повернуться при транспорте через них заряды. После этого другой своей, так сказать, грань, туннелировать будут электроны. Поэтому все это меняется. Меняется во времени. В общем, эти эксперименты сложные и сложно воспроизводить. А вот нанотрубки, они однослойные, они оказались очень крупными для изучения электронных, банковых электронных механизмов. Почему? Значит, ну вот я раньше говорил о том, что нанотрубку можно положить на два этих электрода, ну, скажем, золото, обычный из благородных металлов. Ну, и она будет лежать на той-то подложке, где в принципе, и изучать там всякие спорства. Но дальше эту подложку под ней, ее можно вытрекать просто. Кислотно вытрекать. Так и делают. И тогда она будет подвешена на клемму. Свободно подвешена на двух этих клемм. И удивительные свойства механические, так сказать, этих нанотрубок говорят о том, что в них возбуждается легко разбудить различного типа колебаний. И колебания, так сказать, могут быть на... Ну, это радиальный колебаний. Вот один радиальный колебаний. Они тоже изучают, но не в транспортных экспериментах, но с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Вот энергия, она, естественно, единица на энергетик колебаний, она единица на диаметрах нанотрубке, она где-то там 10, около 10, ну, для обычных нанотрубок, диаметрах, вот, там, от одного нанометра, там, несколько нанометров, вот, она где-то в районе 10 миллиметров. В мире этих колебаний довольно высоких. Но есть другие колебания. Когда она прогибается, эта трубка, она расстягивается, естественно. То есть, это вот, эти колебания, это есть оптические фононы. Потому что, естественно, это вот... Они хорошо в оптике, кстати, их видят, нанотрубки. Но есть, как бы, звуковые фононы, в том плане, вещи. Их есть продольные и поперечные. Продольные, это, там, это вот, связаны с растяжением, например, нанотрубки. Поперечные, они связаны с прогиблением, например, нанотрубки. Ну, шло, теперь, как они будут зависеть от длинных? Есть, вот, по этой оси отложена длина, и это вот сотня нанометров. Как они будут зависеть от длины? Ну, они на конечной, нанотрубки конечной длины, квартуются и вернутся на длину. Намерная система, квантование, там, h, ну, у электронов будет h в эфир и делить на длину. Спектр будет квантоваться, а у этих продольных паномов будет h, скорость звука, делить на длину. Так, в зависимости от длины, их энергии, она вот такая. И в опытах, которые, в экспериментах, которые, в основном, это нанотрубки с длиной, ну, между сотня нанометров и микронов. Дело в том, что, если взять длину больше одного микрона, то они, вот эти нанотрубки, они прилипают к подложке. Они так хорошо прогибаются, что прилипают к подложке. Вот, то, поэтому, пока делают эксперименты нанотрубками до микрона. Вот такие эксперименты. То их энергии будут, ну, вот в области одного миллиметрона, да, до миллиметрона. Значит, что здесь будет происходить? Электрон будет туннелировать. Так сказать, нанотрубки. При очень низкой, но дальше. Это нанотрубка. Теперь зарядка. Электрон на ней, он не локализуется. Он долокализован по всей длине. Ну, транспорт баристический. Поэтому волновая функция, она находится в месте, а здесь едет, с положительным напряжением. Он притягивает этот коллектив, притягивает, так сказать, она выгибается. Немного выгибается, но выгибается. Дальше электрон уходит, она опять распроявляется. То есть электронный транспорт возбуждает колебания нанотрубки. Эти колебания должны быть вне на, просто на вольтер-пермой характеристики. Ну, вот здесь, в этом опыте, нанотрубка, она была размером 160 нанометров. 160 нанометров. Вот как бы ее вот экстримент, вольтер-пермой характеристика. Видно, что, а это дифференциальный контактант. Видно, что возникает и дифференциальный контактант. Вот здесь полочки. Эти плату, они связаны с открытием двухкругих каналов. Излучение одного кванта колебаний, второго и так далее. Кванта колебаний этой нанотрубки как целый. Вот, дифференциального контакта сегодня, эти плату будут приводить к тому, что здесь появляются пики. Видно, что эти пики, они одной высоты. Это означает, что электронно-паномная связь, электронно-электронная связь. Здесь сильные эффекты, говорю, ну, так сказать, обработка с теорией говорит, что, ну, вот, во-первых, она говорит, что теория предсказывает для всех этих размеров. Предсказывает квант колебания 0,7 миллиэлектронный вольт. Ну, в эксперименте он, получается, по крайней мере, у вас здесь 0,6 миллиэлектронный вольт. То есть довольно хорошая ситуация с экспериментом. Лучше могут где-то выписывать. Это различные эксперименты, которые в транспорте, такая транспортная спектроскопия, механические колебания. Ванка такой, механические колебания. Это все эксперименты. Для разных глин, они щупали все колебания, но все связаны с этим. Дело в том, что эта изгибная мода, или там поперечные фаномы, она зависит от длины для напряжения единицы на квадрат. И просто для температур, в которых проводятся эксперименты, температуры где-то, ну, там, доли градуса к теме. То, так сказать, энергия этой модели лежит ниже, чем эти температуры. А если температуры большие, то мы не можем эффекты квантовые, все эти полочки сильно размываются, и мы не видим квантовые эффекты, связанные с возбуждением этих колебаний. Теперь у пиподов. Значит, у нас было предсказание, была теория, что в пиподах тоже будут эти эффекты. Почему? Дело в том, что внутри этих пиподов, стручков, внутри этих стручков у них, ну, как бы такой, кристалл или кластеры, фулерен. И они недели перенебраны там, и вообще могут колебаться. Почему? Они, конечно, нейтральны. Но были уже эксперименты, которые показали, что в пиподах, что при транспорте электронов вдоль, вот нанотрубке заполненной фулереном, есть процессы, причем довольно интенсивные, когда электрон, так сказать, виртуально переходит на фулерен, а дальше уходит опять нанотрубку. И вот эти виртуальные процессы, они, мими словами, вот этот фулерен, он из этих процессов является источником рассеяния электрона на фулерен. За счет виртуальных процессов. Амплитуда из этих экспериментов, ранее сделанных, довольно известных, амплитуда этих переходов довольно большая. Она в энергетическом масштабе один электронный пункт оказалась. Это иными словами, что вот фулерен, они при транспорте электронов внутри, они сильно влияют на транспорт электронов. Мы предположим, что из-за того, что есть отверстия, потому что когда готовятся вот эти стручки, они, я говорю, нужно там кислотное отравление, при этом на поверхности возникают большие отверстия. Потом за счет поджига они частично залечиваются, но, как утверждал Манту, что он с автором этой статьи, то экспериментально, то где-то одна такая вот дырка оказывается на 10 нанометров. Иными словами, а это, если поверхности есть дырки, то это центр, от которого, так сказать, фулерен отталкивается. Он отталкивается. Есть два центра, от которых отталкивается, и в принципе, внутри могут возникнуть выливания такого кластера. Это экспериментальная работа, о которой я сейчас скажу. Вот ее авторы. Здесь есть три группы. Есть Марк Мантуас, по-моему, это аспиранты его, которые готовили вот эти стручки, нано-стручки. Есть группа начальника Негорд и Павел Лютка, которые делали электрическое измерение, наконец, есть теоретики, которые предложили эту идею. И Рафаэль Мафферона, будущий постдоком Макса Юнсена, он сделал подмонку этой всей теории из-за эксперимента. Значит, какая теория? Если пустая нано-трубка и есть абсолютно, скажем, пустая, без всяких центров рассеяния, все, то мы знаем приблизительно, как будет транспорт электронов через такой квантовый дед. То есть, нано-трубка, она расположена в международных родин, возник здесь туннельных отверг, какие-то уровни там квантовые, если температура ниже, чем среднее расстояние между этими уровнями, она порядка десятков градусов. К терминам в этом случае, то каждого аггета мы можем поднимать или отпускать в эту систему. Аггететет, то этот уровень, когда он не подходит, в форме деферной электроны, то возникает арборезонансная тумулировка. Здесь, через каждый уровень. Значит, резонансное тумулирование описывается Брейтом-Вигнером, коэффициентом прохождения Брейтом-Вигнером, вот и известная формула Ландаула, которая связывает кондактант с коэффициентом прохождения, ну и производная от фермерской функции распределения. И отсюда, в частности, видно, что эта температура немного больше, чем на уровне возникает такой температурный скейлинг единицы на 3 максимального кондактанта. Хорошо. Значит, вот эксперимент. Вот они видели, пейки они прогоняют экспериментаторы. Это очень хороший экспериментатор, они, так сказать, одни из лучших, которые могут работать с нанотрубками, с электрическими свойствами нанотрубки. И это был пехот тоже, высокого качества. Они видят при низких температурах, они видят вот этот кулон блокадовской осцилляции. Это каждый раз, вот этот как бы уровень подходит к уровню фермер, и мы имеем резонанс. Мы имеем резонанс по воде. Выбирались именно узкие резонансы, уши летние которых связаны только с температурой. единицы на косинус квадрата. Там стоит энергия и единица температура. Значит. Ну вот, если... зависимость контактанца как функции температуры для кустых нанотрубки. Ну, вот эксперимент, вот подгонка через, ну вот этот, брейтэн. Профессионное прохождение брейтэн. Здесь единица на Т где-то. Ну, дальше идет уже латинская жидка. Дальше при более высоких температурах там много уровней дает вклад, если есть взаимодействие электронов, когда важно, это латинская жидка. Если я уже говорил, там другие зависимости. Мы обрабатывали только низкотемпературные. А вот эксперимент с пипотом. То-то, значит. Смотрите. Ну, это разные. Это разные. Видно, что температура... Низкотемпература... Вот при высоких температурах действительно одно их тоже. Больше 10 градусов. Все они там растут с увеличиванием температуры. Описываются вакуру. А вот при низкотемпературе возникают какие-то аномалии. Низкотемпературные. Характер этих аномалий, ну, он где-то порядка, порядка. Ну, я знаю, там 0,5 миллиэлектронного. Вот характерные аномалии. Значит, с чем это связано? Наша теория, она можно посчитать, предполагая, что... у нас есть какой-то кластер с фуллереном, потому что все равно там нужно поклонять неизвестным здесь теорией параметрам. Вот. Здесь какой-то кластер с фуллереном, который является рассеивателем за счет виртуальных электронов для электронов, и предположить, естественно, что вот как бы эти виброны, которые возбуждаются, они равновесны. И описывается, ну, обычный равновесный возраст кластерской функции разбил. Тогда можно просчитать, и вот это возникает сложная достаточно формула, что обычный максимум контактанцев он умножается на эту функцию, которая вот здесь приведена, примеска температурой будет вот это подавление, франк-кондорский 200 км минус ляма до квадрат, ну, а дальше температура увеличивается, открываются новые каналы, функция весильности, сложно подгонка, так сказать, подгонка, вот этой формулы к эксперименту, вот она приведена к этому. Она довольно неплохая подгонка, у нас было там, ну, здесь приведено 4, по-моему, было где-то 8 пиков 3 подгоночных параметров. Что было важно? Вот этот подгоночный параметр, это, ну, как бы, ширина линий или интенсивность, ну, матричный элемент в квадрате, по модулю в квадрате перехода, так сказать, электронно, он меняется сильно от одного к другому пику, потому что этот барьер может сильно поменяться. А вот второй подгоночный параметр был, это энергия электрона, вот оказалось, что она где-то 2,5, ну, близка, это доля миллиметров вольта, что разумно для вот этих длин, для этих фунеренов оказалось. И, наконец, константа взаимодействия тоже подгоночная оказалась, что она где-то близка к двум и с небольшим изменениям. Но хорошо описывает все эти длины. Низкотемпературное поведение этих длины. Ну, статья была мейчера и длины. Поэтому это одно из первых доказательств существования плантовых электромеханических эффектов в вот этих углеродных петрах. Теперь в самом конце, ну, 10 минут осталось, что-нибудь больше, я расскажу немного о эффектах, связанных со сверху водителем. Значит, в принципе, теперь мы хотим изучать электромеханические эффекты, но их влияние на сверхпроводящие контакты. На сверхпроводящие контакты. Для этого надо иметь сверхпроводящие контакты, ну, и нанотрубки, которые между сверхпроводящими контактами. Ну, сверхпроводящими контактами. Вот здесь оказывается ситуация хуже. Я, не знаю, по какой причине, по-видимому, вот обычные нанотрубки очень хорошие контакты, у них, и это более-менее понятно, с благородными металлами. Это связано с тем, что работают выходы из благородных металлов и из нанотрубки, а где-то около пяти электрон-бойн, и вот они, вот, есть такое совпадение, мэтчинг, и случаях. И поэтому эти контакты довольно хорошие. Но благородные металлы не являются сверхпроводниками, а вот с другими металлами контакт плохой. И поэтому здесь приходится победить экспериментатором. Как-то специальным образом. вот здесь первая публикация, это было довольно давно, 15 лет назад, это группа, французская группа Элен Бушья, они в общем сделали контакт между вот те фидно-однам группы, между сверхпроводящими металлами и измерили в частности критический толк. Сверхпроводник Джозефсона увидели, измерили критический толк, и подтверждение было, что критический толк был в 40 раз выше, чем обычный предел, который дает теория, стандартная теория сверхпроводимости, критическая формула амбигаопара Барат. До сих пор не объяснен этот эффект, но правда никто, кроме их, больше не воспроизвивал этот эксперимент. Дело нанотрубки между сверхпроводящими гастролами. Сверхпроводники есть между гастролами. гастролами. Работа более, так сказать, поздняя, полегкая. Вот делают нанотрубки между сверхпроводящими гастролами. Вот в прошлом году появилась работа, в которой между двумя сверхпроводящими гастролами, сверхпроводниками была подвешена, но не подвешена она могла свободно колебаться. Была подвешена, но вот такая, это была не гастролами, а полупроводниковая нановая, то, что называется. Значит, нанопровод. И они подавали на эту систему переменное напряжение и видели какие-то вот это вот как бы Джерсоновский ток, напряжение на любом напряжении есть, а это уже при напряжении переменного. Они видели какие-то особенности на этих вольт-амперных характеристиках, которые они связывают с тем, что частота переменного поля, которое здесь, напряжение, она по резонансу находится с частотой количества. Эта работа сильно критикуется сейчас. Люди, которые дальше делают эти работы, они говорят, что это эксперимент такого типа работы. Они говорят, что это эксперимент неправильный. Поэтому я не буду об этом говорить, но это более-менее такая деятельность, которую сейчас развивают. Ну, и наша идея такая, что вот есть то, что называется блокадой франка-конка. Она приводит к тому, что ток подавляется. мы говорим сейчас о равновесном джернационном токе между двумя контактами. Два сверхпроводника, между двумя какая-то нано-провод, за счет эффекта близости возможен сверхпроводящий ток в этой системе. и этот сверхпроводящий ток мы хотим понять, как он будет зависеть от механических колебаний вот этой просто нано-провод. Механических колебаний. Были утверждения, что критический ток, Джерсоновский ток, он есть. Критический ток умножен на синус разности фаз сверхпроводящий на эту разность фаз можно применять в поле, если цель находится так проводится эксперимент. Но были утверждения, что за счет эффекта блокады, храмовый полеронный блокад, фонконгерский блокад, только должен быть подарок. Но определить это невозможно. Потому что экспериментаторы это подгоночный парад. вот этот критический ток, он находится, вот какой он есть, какой он есть, подавленный или такие туннельные контакты, никто не знает. Поэтому нельзя понять, так это или не так. Вот мы предложили, что температурная зависимость критического тока, и в обычном случае, вот если это обычный контакт, это есть формула там для кара аппарата, которая есть в любом учебнике по сверхпроводению. И она там гиперболический тангенс, там масштаб энергетический делит на т. Значит, когда температура большая, то она единица на т. Северный гипер. Критический ток, у вас перимет по температуре единица на Ну, показываем, что это. У меня нет времени объяснять это подробно, но это может быть не так важно в действительности. Нам решена задача в джинсоновском токе через вибрирующую квантовую горь, которую мы представляем в виде нанотробки и найден, он есть с помощью метода публики Дрина, найден вот этот фото и комбинат найдена зависимость критического тока от температуры. Вот здесь отложена зависимость критического тока при наличии электрон механической связи и когда эта связь отсутствует. Когда эта константа, что с увеличением температуры возникает стимуляция сверхпроводительства. Ну, какой эффект облизости говеден или слабый сверхпроводитель. обычная температура в сверхпроводителе она подавляет сверхпроводительные свойства. Мы все это знаем. Что чем выше температура, то, вообще говоря, хуже как бы сверхпроводительные свойства. Здесь мы говорим, что в определенной области температуры для механических систем, когда есть колебания, будет аномального температуры на запасе. в частности отложено значение тока, который ток амбикаркаровский, который есть без всяких механических колебаний. И мы видим, что здесь есть стимуляция, а потом вот эта единица, а потом сильное подавление, ну и он выходит в конечном случае на единице на Т снизу помедельную. Вот это аномальное зависимое. Значит, характерные температуры, где можно увидеть эту необычную температурную зависимость сверхпроводящего труда. Но мы оцениваем, что если у нас есть трубка длиной миллиметр и колебания, которые дают вклад, на какой фанатский дают вклад в эти эффекты, связанные с модой, с продольными фанонами, то характерная температура разрушения фанона здесь. Она будет порядка градусов кида. Если это мода изгибная, то есть поперечные фаноны, то нужно на трубку брать меньших размеров порядка сотни миллиметров. То есть это все разумно. Почему? Температура была очень низкая, это было необнаружимое количество. В этих экспериментах пока ниже где-то сотни градусов кельмена не опускается. Пока не миллиметр я прошу сотни миллиметров серьезно не опускается. Ну 8 ну 50 все. В этих экспериментах этого не могут сделать. Вот. Тогда понятных температур очень низко это означало потому что это не обнаружено. Если температура была бы десятку градусов кельмена, это означает, что электроды должны быть из высокотемпературных сверхпроводников, а с ними все плохо. То есть эксперименты с ними это плоти с ними контакты, с ними тяжело работать. В общем лучше всего с обычными металлическими простыми металлами. Здесь температура градусов или не скажем медные электроды, с которыми очень много работают и любят работать. Температура температура градусов кельмена можно с ним металлами. Ну вот все, что я хотел рассказать. Значит, как бы резюме из этой части моего доклада заключительного, то, что имеется, ну, мы знаем, электрические связи между электрическими и механическими степенями свободы. Это очень важная вещь. И вся техника на этом основе электрические машины это же связь между механической и электрической подсистемой. Теперь при уменьшении размеров в пределе этаж не молекулы мы должны перейти вот таким машинам с размерами там наномер. Вот такие эффекты десятки наномер. И эффекты ожидаются на этих размерах. На этих размерах есть сильно квантовые эффекты электронной и механической связи. Вот эти квантовые эффекты необычно себя проявляются. Ну, вот я рассказал о разных эффектах сверху в обычных. Ну, прежде всего удивительная вещь, что оказалось, что совсем не так в больших телах. Что электрон, вот это механическое электрон, вибронное, или, можно сказать, электрон-фанонное, в конце концов, фанонное. Связь в малых системах оказалась сильной. Она, вот все эксперименты говорят о том, что она сильная. Не слабая связь, а сильная. Это удивительная вещь, почему в обычных трехклерных электрон-фанонных взаимодействиях, особенно металлах, они очень слабые. В полуврониках они побольше, а в металлах они слабые. Все в противовозмущении делается. А вот здесь они сильные. Это показывает эксперимент. Спасибо. Спасибо. Скажите, когда вы рассказывали о экспериментах, когда они были двумя сферями, там же возникают большие электрические факты, да? Да, очень большие. Но они на порядке ниже, чем клоновские барьеры между двумя гадрами ТТ. Поэтому никакого вот таких экспериментов металлах холодного синтеза, это все-таки расстояние, это расстояние, ну, я думаю, это сотни нанометров, понимаете? При которых разряд возникает. скажу, один нанометр, это очень порядок. Горнады, они могут просто электричествовать большую гробку. Ну, милливольт это кладка. Тот, милливольт прикладывается, а токи, которые там есть, это ну, доли наноампер, ну, сотые доли наномпер. В этих экспериментах. Я думал, гробанные. Токи, сотые доли наномпер. Ну, о чем? Это же токи связаны с электричеством одного электричества. Плотность только громадная. Но плотность только большая. Горды найдена нанотрубка. Вот нанотрубка, значит, это рекордная плотность токи. Рекорды. Сами токи не очень большие, еще нанотрубке размеров мало, но плотность тока действительно, рекорд, я не помню точное число, но самое рекордное значение плотности. ты не пойму, что электрон не растянет даже на сотовом микронах, не растянется электрон, да? Почему не растянет, что это волновая пункция. Она может быть, это волновая, это волна плоская, которая может быть, находить электрон, если у него есть импульс задан, его координатность может быть везде. Вот эта плоская волна, которая на сотне нанометров находится. Она находится везде. Сил принципа не определен. Она находится везде. Это квантры метр. Игорь, можно сказать, здесь рассматривался спектр возбужденных в состоянии одной нанотрубки, да? Возглавляет она не там. Нет, не поле трома, но электрическое. Но электричество. Но не перенементное. то есть электричество. Да. А рассматривался как в состоянии двух нанотрубок, как обычно, одной частицы, две частицы, как в целом действии в электрическом поле, или почву нанотрубок. Я, ну, смотри, вот если говорить о двух, здесь нанотрубках я рассматриваю, и они как в состоянии рассматриваются, для тех температуры, она выступает как квантовый дот. Один уровень. Тока играет. Транспорт это один уровень. Проходит через один уровень. Можно, конечно, сделать два дот связанных. Вот одна нанотрубка дот, потом третий электрод, и вторая нанотрубка. Тоже квантовый дот. Вот это делается. Это два связанных квантовых дот, и транспорт через них имеет особенности по отношению через транспорт дабл-кортус, может, через один квантовый. Это делается и в теории в экспедиции. Что касается пучков, то в пучках нанотрубок они перекручены, как пыль. Но там транспорт это не баллистический, там диффузия. Диффузия электрод. И там квантовых эффектов практически нет. Там невозможно эти квантовые. Я говорил о том, когда квантовые эффекты работают. В основном. Когда квантовые эффекты электрон и электронные анонные связи работают. Вот эти вот пики прохождения электронов, контактанции, они связаны с квантовыми с излучением одного ведра. Глядь одного от выпида. И проходит один электрон. Ну, по крайней мере, электронный. Какие вопросы? У меня вопрос скорее в прошлой лекции. Вы сказали о том, что существуют положительно заряженные диоды в уредах. Отрицательные. А, Вы говорили об отрицательной. Когда вопрос о положительно заряженности, и сразу же второй вопрос, чтобы было понятно, почему обыкновенно в речи. Были ли эксперименты с попыткой ускорения каких-то полях? То есть до каких-то заметных энергий? Вебы и в козаватогр. Ну, я не могу сказать мэву, макэву ключи. Бороюсь. Я не не слышно. Макэву будет. А положительные заряды тоже однократно. Я уже говорил, что добавление одного электрона приблизительно поднимает энергию найнижшего заполненного уровня на 3 электрон-вольта. Добавление одного электрона. Он лежит для фуллерена нейтрального C60 вакуум вне окружения. При окружении это я даже не знаю это только эксперименты. Там зарядное изображение все влияет. Значит, он вакуум, добавляем один, он лежит на 6 электрон-вольт ниже нуля, ниже на бесконечность. Он глубоко лежит. Добавляем один электрон-вольт получается там минус 3. Добавляем еще один электрон-вольт вылазит практически в непрерывный спектр. Это означает, что это дважды отрицательный ион. Ион, ион. Дважды отрицательный заряд. Одни химики говорят, что он есть, другие химики говорят, что его нет. Под вопросы. Можно посмотреть, это все под расчеты показывают, что его энергия вблизи нуля очень неустойчива. Все зависит от температуры. Наверное, очень низкая температура устойчива, при ком температура может уже неустойчива. Что касается положительной заряды, я точно не знаю, но у меня такое ощущение, что от знака заряды здесь серьезно... в общем я не знаю, я боюсь сказать. Я это не знаю. Это химики. Но до больших энергий сегментов ускорения в домерах точно нет, а кемы я знаю, что есть. Есть их ускорение. Ну вот еще вопрос, а в калькере есть какая-то спиритальная группа, которая занимается чисто пифулереном? Или пульвереном или групп кровь. Кропотовым. Например, на вот Манжелли он занимался групп, его группа занималась скажем фулереном, это твердое тело и они его энеркаркалировали и это он переходил в сверхпроводящие состояния. Известно, что он переходит в сверхпроводящие этим занимались, потому что энеркаркалированный фулерен думали, что это высококинкаркалирование температурный сверхпроводил. Но довели до 50 градусов в очень сложных условиях, а при обычном этапировании это где-то градус, 2 градуса. То есть оказалось, что это не очень эффективно. В общем, ну как сверхпроводящие были безумные теории, что это при комнатной температуре будет ноль таркалирован. Будет туда так он диэлектричен. Он диэлектричен. И щель порядка электронного может быть меньше. Я точно уже усилерит, я точно не помню, но она порядка электронного меньше. Нужно метал чтобы по крайней мере все автомобили получили. Поэтому ну вот таркалирован такое есть и этим занимаюсь. Сейчас занимается. Кто еще занимается? У нас занимается расширением этих нанотрубок. Я знаю нагревание. Такими вопросами занимаются. Нанотрубки у них же удивительные механические связи. Значит скажем модуль Юнга нанотрубок в этом районе терапаскальки. И громадные могут быть терапаскальки. Они очень прочные. Они прочнее чем Это почти самый прочный материал который есть пока открытый. Ну нет может кто-нибудь занимался кафтеин нанотрубками. Я не знаю популярной деятельностью была. По крайней мере в 90-е годы по твердому телу это было то что называется мейнстрим. Все занимались нанотрубками. Где-то с середины ну в муевых годах все занялись граффемой. Вот за мундобильской премии все занялись граффемой. А вот последнее время мейнстрим занимаются топологическими изоляторами маранскими фермионами с ними связанными. Ну вот мейнстрим такой деньги куда перешли люди подбросали. Гранты не получают. Вот и все. То есть все что могу сказать. Вы упомянули о том, что в синтезе. Ну естественно возникает вопрос а вот какие коды пытались заполнять ДТР? Ну я знаю что водородом очень много. А вот ДТР? Ну думаю что и ДТР. Понимаете я за этими работами не слежу. Они прикладные ну как так сказать емкость для водорода вот именно так сказать нанотрубки подыли. Это главная идея была у них приложена. Здесь было буквально много работ. Много работ. Но они как-то вначале публиковались а потом ищили. В литературе их нет. Ну я не знаю может уже патенты получили может что-то создали ничего не знаю но главная идея была такая что там можно хранить водород это водород не двигает это бог как идея на ком уровне сейчас находится смещение на сколь сколь даем на единицу одного атома сколько водорода можно даем диаметр нанотрубки он нанометр ну я говорю однословие один два нанометра значит вы представляете сколько на сантиметре квадрат мы можем этих нанометров длина сантиметра и больше то есть он может раскатиться и все заполнять водородом ну правильно но я просто хочу сказать что это в идеале а когда заполняется водородом это не фулирены фулирены там минимум энергии я сказал там выигрыш в энергии электрон вводит они оттуда даже при комнатной температуре никогда не выйдут надо специально постараться чтобы их оттуда вот а водород нет водород нет поэтому он оттуда хочет выйти там есть дефект в общем с этим наверняка есть проблемы но я этих они не относятся к фундаментальной физике я этого не знаю они технические эти проблемы думаю что они в конечном итоге будут решены ну хорошо еще пару повторю повторю первый по работе у нас есть первичный человек некачественный он делает кабин это супер высокий парень и как бы вытягивает чистится почек человек и в последних работах у них показывала прочность таких нити она в настоящий момент является максимально достигнутой превышающей даже она сражается но не первую комент а второй поскольку здесь затрагивалась кема холодного кема ядов то требуют выяснить в 18-м еще какие-нибудь пассеты Я хочу сказать, что в 90-м году, по-моему, или в 85-м, я уже не совсем помню, что тогда Валентин Митлевич Холовин, после там, ну, был бунт, помните, так сказать, некоторые могут помнить, что в КПТИ даже прикрыл было приколом, то, что нашли там холопия Термаяра. И Валентин Митлевич Холовин, он сказал, там, Павилову, что надо, надо серьезно там, лучше помнить, и были проведены изменения, ну, какие, метроны, должны было идти метроны. Вдруг, ни с того, ни с сего, они поставили счетчики и нашли метроны. И был семинар на кафедре Ивановича Залюбовского, где они говорили о холодном термоядном состоянии, они увидели метроны. Ну, поскольку я там рядом сидел, просто вот с этой установкой, через книжный шкаф я сидел, то делали они этот эксперимент несколько лет. Если бы шли метроны, то у меня бы уже не было просто поток метронов. То я бы с уверенностью сказал, с уверенностью, что метронов нет, точнее, метроны есть, но они не от Термаяра, они от космических ключей непонятны. То есть это было. И действительно, потом оказалось, что все эти припринты, которые в Штатах были, и все, и они вызвали этот гул, и все это оказалось неправдой. Ну, и эта работа тихо умерла. Неужели он говорит не то, что надо сомнить? Я тут тоже немножко добавлю. Наша картинка такая. В сегодняшний момент ситуация получается так. Новый виток, ну, как это сказать, ну, не интереса, а пропаганды и попытки завести на вопросы, связанные с получением новой информации. Энергетики на основе холодного синтеза. Эти вспышки, ну, не интереса, а рекламы вокруг этого дела, они как-то связаны довольно интересно с Майданом. Вот в прошлый раз прошел Майдан, через год, вот эта вспышка. А причем вспышка ж какая? Ведь на что внимание обращают? К атомную энергетику вы хотите, да. Тупиковое направление, ребята, вот на столе, вот надо вот это вот делать. Маленькие эффекты, а если большим сделать, то тогда можно большие установки получать. Ну, с того времени кое-чего прошло, но в прошлом году или в начале этого года, тот же Майдан, сейчас новый спресс этого дела. Ну, и как конкретное некоторое такое, куда это все идет, вот опять на вторник назначен семинар, фонд фундаментальных исследований. Никогда там семинаров не было, где по этому поводу будут обсуждать. Что будут обсуждать, не знаю, но, наверное, вопрос о том, у кого забрать деньги, чтобы дали имя на эти тематики. А напросы, а нападки идут, самые прямые нападки сегодня, это на терминерах. Итер, проект Итер, тупиковое направление, давайте нам. И там, наверное, просто 21 люди вам не защищены. Ну, люди оттуда, люди оттуда, но дело не в этом. Дело в том, что, в общем-то, в мире таких вот групп оказывается довольно много, и которые хорошенько выложат сюда. Ну, в частности, вот установки, связанные с Росси. Кто такой Росси, чего она, это самое, Леня Давыдов там понаходил много информации. Ну, видимо, в тюрьме там хорошенько посидел, что-то придумал, или, вот, сделал чего-то, какую-то установку. Как она работает, не знаю, но туда даю чего-то, а получаю в два раза больше. Ну, они пока разобраться не могут. Если не могут разобраться, значит, колодный седет. Ну, ребята, вот такая. Давайте, Евгений Валентиновича, поблагодарим. И будем надеяться еще на встречу у нас. Да, интересно. Мне позвонили, я бы не принимал издание, чтобы не отступить. У меня должны отдать все это. Спасибо. Продолжение следует...